Трумка, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Конечно же, в третьем Варкрафте появляются новые стратегии, довольно регулярно я это показываю в своих видео. Но при этом, так же как и появляется новое что-то, так же пропадает что-то неэффективное, что-то, что общепринято считать довольно слабым. И сегодня мы посмотрим довольно романтическую, мужскую, я бы сказал бы, стратегию за Альянс через одну базу. Альянс будет играть через одну базу против нежити, и это, конечно же, довольно рискованно, почти никто так уже не играет. В свое время эта стратегия появилась, потому что немного изменили баланс. Для Альянса переделали огненную сферу, и она стала эффективна конкретно против нежити, потому что она срезает лечение от Кайла на 30%, да и любое лечение в целом, таким образом делая сферу очень эффективной против нежити. Ну и в целом, как бы, захотелось просто что-то поменять, скажем так, в этом балансе, в каком-то базовом представлении о том, как нужно играть в Варкрафт, потому что обычно Альянс терпит, а не же душит. И Альянс захотел этой стратегии пытаться как-то самим начать душить, то есть играть на равном, знаете, играть на равном поле, где ты скачаешь сильных героев и играешь вокруг сильных героев. Но проблема в том, что, ну то есть, ты как бы делаешь быстро Т3, быстро трех героев делаешь и быстро их прокачиваешь. И года три назад все топовые игроки из Альянс, вроде Т4-0, инфи и многие другие, довольно регулярно пробовали играть так на чемпионатах мира, крупных турнирах и так далее. Даже можно в некоторых записях старых WGL посмотреть, как топовые игроки из Альянс пробовали эту действительно забавную стратегию. Т2, пожалуйста, очень быстрый против нежити, без экспанда. Но стратегия вымерла, потому что она нестабильна, мягко говоря, и приносит значительно меньше 50% винрейта хотя бы, то есть ты значительно чаще проигрываешь, чем выигрываешь, особенно против толковой нежити. Тем не менее, это не значит, что ее вообще, эту стратегию стоит откидать полностью, и иногда стоит ее помнить. Дамы и господа, сверху справа стартует Гиппозавр, игрок за Альянс из Британии, самый сильный игрок Великобритании в 3-е Варкрафт и один из самых сильных игроков за Альянс в Европе. Их довольно немного, но Гиппозавр довольно крут, при этом еще активный участник сообщества, активно принимает участие в жизни сообщества. На турнирах играет и так далее. Против него китайский Undead ТБЦ БМ, который подписан как Биг Кэт, ну а Гиппозавр как Дерэнджин, как вы видите, какой-то Усмурф аккаунт, я так понимаю. Альянс взял второй уровень, самый главный уровень достигнут, и теперь он пытается как-то напрягать оппонента, пользоваться тем, что нет Тир-2, и это означает, что Мейн не стреляет, при этом нельзя заказывать Акалитов. И предположительно, конечно, еще ослабление базы в том, что нет рыцаря смерти дома. Он мог бы купить пост к телепорту, кстати, дома, но возможно, хоть не хочет нарушать экономику какую-то золотую себе ТБЦ БМ. Но вы посмотрите, как успешно врывается Гиппозавр на вражескую базу. Он уже забрал двух-трех вурдалаков ТБЦ БМ, просто не ожидал такого упора, такой наглости, скажем так, потому что, ну мало кто атакует базу нежити. В итоге и Акалита одного теряет, потому что это два очень нескоро Койл влетает, в итоге потерял тут уже суммарно три вурдалака и одного Акалита. И даже если он потеряет абсолютно всех пехотинцев, это абсолютно стоило еще одного вурдалака забирает. Маны на Койлу нет у рыцаря смерти, конечно, в идеале было бы этими вурдалаками отходить. Чего один Акалит умирает? Боже ж ты мой! Но это, конечно, абсолютная жесть, это абсолютная мечта Альянса. Это пехотинец, это юнит, который быстро теряет актуальность, потому что против него появляются более технологические юниты. И поэтому хочется его реализовать. И тут они были реализованы на все миллиард процентов. Это одна из самых успешных атак ранних на базу нежити за последние месяцы, что мы смотрели. Это действительно абсолютная фантастика. Погибло четыре, наверное, вурдалака, может быть даже пять. Погибло два Акалита, вынужден заказывать новых Акалитов. Все это время, пока вурдалаки бегали, нежить не добывал дерево. Также еще есть проблемы с золотом, так как золота меньше добыл, чем оппонент на 400 золотых монет примерно. Так что это, конечно, да. Ну и, конечно же, Архимаг получил кучу, кучу, кучу опыта. Реза смерти тоже, потому что все-таки важно понимать, что пехотинцы умирали в том числе. Альянс просит Т2 сразу же, нажимая Т3. Стратегия это прямое подражание вот этой вот манеры игры нежити. Когда ты пытаешься как можно раньше получить три героя. И как можно раньше получить доступ к сфере и стафу. Как можно раньше, получив три героя, ты можешь начать их прокачивать. Ну а альянсовские герои прокачанные, про них нежити, это, конечно, сильная штука. Теперь нужно получить где-то опыт. Архимаг не третий, ну и стрелки. Как бы основа армии это стрелки. В какой-то степени полная копия классической андетовской армии. Вместо пауков у тебя стрелки, вместо статуи у тебя жрецы. Вот как-то так играешь. Архимаг третьего уровня. Молоток. Рыцарь смерти тут не умрет. Кстати, что сейчас пока что еще ночь, но она скоро закончится. И на этой карте есть фонтан, где можно восстанавливать здоровье. А вы можете восстановить жизнь третьего варкрафта. Сделать свой вклад в развитие игры. Просто поставив палец вверх, проявив активность, запустив алгоритмы. Для того, чтобы ютуб рекомендовал мой канал. И привлекал новых людей к третьему варкрафту. Чтобы еще больше людей спрашивал у меня в андербраун. А где скачать третье варкрафт? Самый настоящий мем. Я клянусь, каждый день спрашивают просто по два, по три человека. Каждый божий день уже два, три года. Ребята. Чтобы играть в третий варкрафт, нужно купить варкрафт 3 рефордж. Чтобы купить варкрафт 3 рефордж, нужно написать в гугле варкрафт 3 рефордж купить. Ну а дальше уже сами разберетесь. Всем удачи. Ну это если вы хотите играть с актуальным балансом, который я обозреваю. Понятное дело, вы можете скачать пиратку. Но там старый баланс. И мультиплеера как такового нормального нет. И там все по-другому абсолютно работает. Поэтому больше советую купить рефордж просто для поддержки игры. Тем более, что рефордж в более-менее нормальном состоянии сейчас. Многое исправили и наконец-то все работает так, как оно задумывалось. Нелазимость купил. Горный король качается. Как видите, архимаг специально отошел для того, чтобы весь опыт получал горный король. Но! Там вышел лич у ТБЦБМ. Размерьте, все еще не третий. Большая банка маны выпала с лаборатории. Хочет закрипить командира Ограф. И он его убивает. В основном скелетами на самом деле. Капюшон из воротровости. Так себе артефакт. Смотрите. Как агрессивно все-таки играет Альянс. Он прибежал на вражескую базу и отменил одну бойню. Там, как вы видите, две бойни. Интересно, что он планировал две бойни построить. При этом жук третьим героем. А-а-а. Это забытая стратегия нежити. Почему забытая? Потому что стратегия Альянса. Это забыто. Это масс абоминашены под жуком. Ну, изначально такая идея была. То есть масс мясники, масс абомчики. Очень жирные. Которых фиг убьют эти самые стрюки. Жук копает. Вот таки все оглушено. Все замедляется. Абоминашены могут догнать противника и атаковать его. Блин, конечно, как много вурдалаков тут было потеряно. ТБЦБМ явно допускает ошибку. Теряя все это. Но с другой стороны важно отметить, что это скорее гипозавр. Невероятно сильно давит и душит. И ТБЦБМ из-за этого находится в достаточно необычной для себя обстановке. Он не совсем понимает, что происходит. Потому что обычно это он атакует. Обычно это он душит. А сюда Альянс со здоровенными стальными яйцами пришел и сказал. Мужик, давай драться. Давай один на один на мужика. Давай, брат, давай. На тебе молоток. Ну и так далее. Вы понимаете. Огненной сферы нет и стафа нет. Поэтому Койл сейчас очень сильный. Выбивать юнитов почти невозможно. К тому же еще не жить на проклятой земле. Под статуи, под ауры рыцаря смерти. Потом, в принципе, на самом деле вся эта атака Альянса уже сейчас не имеет смысла. Он просто ничего не сделает своему оппоненту при должном контроле. Особенно учитывая, что там большая банка маны есть. Но Альянсу плевать. Альянс хочет воевать. Альянс хочет атаковать. Альянс хочет душить. Альянс хочет почувствовать себя нежитью. Потому что тот стиль, который сейчас показывает гипозавр, это, конечно, больше фундаментальная задумка нежити непосредственно. Именно душкан, там, где ты играешь первым номером. Альянс редко, когда играет первым номером, потому что раса не совсем про это. Раса про терпение. Раса про накапливание силы. А потом уже решительную атаку. А нежить, это раса про контроль карты, про доминацию и про игру первым номером. Ух, ну вот поплатился, пожалуйста, Альянс за свою наглость. Хойл нова. И Архимаг погиб. Надо будет выкупать его в таверне. И это прямо сейчас сделает гипозавр. Горный король все еще не третьего уровня. Там тем временем прокачивается вторая атака стрелкам. Ну, по лимитам, конечно же, чуть впереди тут, безусловно. Ой-ой, слушай, а тут уже кто не умрет? Съедает банку маны для того, чтобы кинуть Койл. Ну, там абоминашены идут. И вот проблема в том, что абоминашены, ну, просто фиг убьешь. Реально, нечем убивать. Жрецы тут должны лечить. У них мастерство есть. Кстати, знать, что есть инерфаер. Внутренний огонь. Не хватает, конечно, апа на броню. Раньше, когда играли эту стратегию, СОК и многие другие игроки из Альянса многообразно экспериментировали. И некоторые, например, в первую очередь броню прокачивали до двух, для того, чтобы когда сфера проклятия понижала броню стрелкам, у них было ноль брони. Став есть, кстати. Он был у паладина. Ставнули горного короля. Ну, не знаю, Альянс тут явно задержался, если честно. Он просто ж никого не убивает. Просто никого не убивает. Немного офигел Альянс. Нежит на своей территории. Очень сильна. Пассивная регенерация здоровья. Кайлы. Магазин, где можно купить банку маны. Вторая бойня есть. Лич потихоньку к третьему идет. У него хорошие артефакты. Плюс 10 к урону. При этом повышенная скорость атаки. Паладин вернулся. Горный король идет вместе с ним. Надо докрепить третий уровень горному королю. Нужно взять второй уровень паладину. Обязательно. Вот, собственно, еда. Войска вступили в бой. А Нежит продолжает заказывать Абуминейшн. Поганище. Поганище отлично справляется с этой армией. Это отличный выбор от ТБЦ БМ. Чувствуется, что он в свое время наиграл немало матчей против однобазового Альянса. Виногенной сферы все еще нет. Возможно, не хочет просто ее брать гипозавр. Хотя, если так посмотреть, гипозавр в желтый римит выходит. То есть, он как бы принципиально отказывается от сферы для того, чтобы нанять дополнительного стрелка. Не знаю. Я думаю, сфера тут просто must-have. Крайне она необходима. Банально потому, что до 30% ты срежаешь эффективность Кайла. Ну, это безумная цифра. Специально отвел горного короля и архимага. Для того, чтобы паладин получил побольше опыта. Как мы видим, играет он через бабл. То есть, неуязвимость. Странно, что броню не прокачивает. А, он третью атаку стрелкам качает. Нифига себе. Рунные наручи. Ну, отлично. Просто отлично. Меньше урона от Койлу Новы. Очень повезло с артефактом. Нужно передать. По один... Под невызимостью просто. Поэтому, наверное, горному королю стоит передать Клэп. Первого уровня, правда, только. Ставнули одного из юнитов. Тут прямо между молотом и наковальней. Прямо сейчас находится Альянс. Наконец-то Иннерфайер использует. Кольцо регенерации у рыцаря смерти. Солидная штука. Феноменальный Койл. Залетел буквально в последний момент. Неуязвимость нажимает горный король божий. Между ней травами и с ней же еще одновременно воюют. Вынужден Альянс просто нажать телепорт для того, чтобы не погибнуть. Выживет ли паладин? Выживет ли паладин? Паладин выживает. 3-0 стрелки под Иннерфайером. Ну, Иннерфайер дает броню. Все-таки одна из преимуществ этой стратегии в том, что все-таки сфинксов довольно тяжело иметь. Против стрелков. Потому что, ну, стрелки стреляют, очевидно. С другой стороны, стрелки неповоротливые. Сфинксы могут стоять где-то сзади. Просто для рассеивания. Потому что, ну, Иннерфайер штука очень серьезная. 5 брони и 10% к урону. Это очень много. 7 брони. Это, прикиньте, еще баура паладина была. Блин, ну, паладин, конечно, нужен третьего уровня. Второй свет сильно тут порешал бы. В итоге смотрим по прокачке. 3-3-2. Против 3-3-2. Буквально один в один такая же прокачка. И это даже несмотря на абсолютно феноменальное начало, где Альянс показал, ну, таких люлей навешал. Своему оппоненту. У него нет серьезного преимущества по прокачке. Но, с другой стороны, у него опыта все-таки больше, чем у оппонента. Это правда. Паладин. Получил большую банку маны. Передал ее горному королю. Ну, и взял при этом третий уровень. То есть, есть второй свет. По лимиту Альянса больше. Все-таки. Альянса больше. Но нежели просто копит бабки. В зеленом лимите. Напомню, что в зеленом лимите это получается 10 золотых монет. Время. В желтом лимите 7 золотых монет. Войска вступили в бой. 5, 6, 7, 8, 9. 9 стрелков. Довольно солидная армия. Особенно учитывая то, что третий ап на атаку. Внутренний огонь. Наркона не убили. А именно из него выпадает артефакт. Пауки. И аббоминашны без грейда. Но с такой армией, конечно, можно разваливать. Ну, нежить есть преимущество в виде ауры. Нежить быстрее бегает оппонент. И в итоге можно как-то пытаться сделать все возможное, что тебя оппонент не догнал. Нужно не позволять. Вот такие вот ситуации, когда рыцарь смертью убегает. И в итоге юниты остаются без поддержки. Ауры на скорость передвижения. Ну, нежить проиграет бой. И ни в коем случае нельзя воевать. Ой-ой-ой-ой. Сфинкс. А поученцев еще призывают при этом, чтобы закрыть проход. Молоток по абоминашну. Подкоп довольно слабый, потому что всего лишь по поученцам и одному герою. Это ни о чем. А маны у жука не то чтобы много. Буквально два подкопа и он пустой. Как дробовик какой-то. Три сфинкса. Это вынужденная мера, потому что статуи опустили, я так понимаю. Но сфинксы почти бесполезны против стрелков. Особенно вот таких вот стрелков. 3-1 грейды. Это очень много. И Фиасия Михайлович пришел. Нашел в себе свою золотую шахту, но контролит, чтобы оппонент не построил дополнительную базу ни в коем случае. Кстати, продолжает заказывать сфинкса. Видимо, ТВЦБМ отчаялся заказывать поганищ. Абоминашнов. И в итоге решил попытаться играть через масс сфинксов. Воспользоваться тем фактом, что они воздушные, быстрые. Можно по-быстрому забрать одного юнита, стрелка отлететь. Плюс еще есть фонтан, где можно восстанавливать здоровье. Плюс еще можно башню уничтожать и вот так вот делать, как сейчас делают. Ну, то есть, как бы, свои преимущества есть, скажем так. Одно бойню уничтожили, а колитов срывают просто для того, чтобы ремонтировать темную цитадель. Но нежить явно тут быстрее будет терять базу, чем альянс. И вот такие нежити вынуждены нажать телепорт, убив рабочих оппонентов. По лимиту, конечно, здесь солидно больше. Альянса прямо сейчас на десяточку. При этом в центре еще гипозавр базу ставит. Смотрите, как паук круто сыграл. Абсолютно не зря он тут был, получается. Аклиты все умерли. Один только остался, и второй вот сейчас вот выходит. Есть свиток исцеления, есть неуязвимость. При этом есть зелье восполнение, это же классная фишка. Нажимаешь неуязвимость, нажимаешь зелье восполнение. В итоге у тебя здоровье эймана восстанавливается под неуязвимостью. Крутая фишка. Ну, здесь бить ты можешь продолжать сражаться в бою, и тебе это не собьют. Одного забрали. Нужно теперь сфинксов через фокус забирать. Как видите, они просто лопаются, как бульбашка. Но с другой стороны, алхимик также взорвался за секунду буквально. Койл нова, да и фокус нежити под сферой не вращает. О, тут жук подставляется. Койл залетел, и этого достаточно для спасения. Плюс еще магазин есть, можно банку здоровья купить. Очень плохо стоят внутренние зекураты. Было прикольнее, если бы они были, будут чуть-чуть снаружи, чтобы еще одну башню духов сделать. Горбный король потерял половину здоровья. Ману устанавливает рыцарь смерть. Он опять классическая нежить, сидит на базе с мощными героями под магазином. Но при этом шахта не полностью добывается, да и скоро она заканчивается, в тремя как альянс в центре все-таки базу делает. Плюс еще стрелок вернулся и защитил свою базу. Ратуша там ставится. Так что дополнительная база у альянса будет и довольно скоро. Проблема в том, что нет денег на выкупку архимага, но архимаг заказан в алтаре. Архимаг крайне необходим, потому что, ну, мана для героев, мана для жрецов. Поэтому смерть архимага это критическая проблема для альянса прямо сейчас. Он у него банально просто инструменты для борьбы заканчиваются уже. От антивеременем строится поганище. Реально первую броню хотя бы прокачать, но сейчас не та ситуация, когда можно разбрасываться ресурсами на грейды. Гораздо выгоннее сделать дополнительного юнита, чем прокачать даже одно улучшение в ситуации, собственно, нежити. Точечно забирать жрецов это хорошая идея, они самые тонкие. Но опять же, вот это вот есть важный нюансик, да, важный нюансик, что база стоит в центре, она только что была построена, и альянс может там добывать деньги. Немного отступил альянс, теперь нежить вне проклятой земли, но нежить понимает, что для нее шанс сейчас возможно что-то сделать, просто потому что нет архимага, но он переоценил свои возможности, потерял поганище, потерял сфинкса, особо ничего не достигнув. Все-таки не стоит недооценивать стрелков с третьим усилением на атаку, это очень много. И архимаг наконец-то вернулся, аура даст ману жрецам, которые у нее банально нет. Жрецар смерти, кстати, со второй ауру уже, что нежить просто неуловимо на фоне противника. Архимагу может быть руны наручи передать все-таки, или неуязвимость какую-то. У него 550 хп, он реально отлетает от хойл новы, в время как горного короля больше 1000 хп. Мортиры не хватает Альянсу, но и у него и ресурсов нет. Надо больше жрецов заказывать, видимо, в этой ситуации. Золото есть, кстати, у Альянса. Ну вот, пожалуйста, пробивать базу нежити, даже с преимуществом, мягко говоря, довольно тяжело. И Альянс сейчас должен защитить свою дополнительную базу. Он пошел по странному маршруту, и в итоге нежить получила прямой доступ к рабочим. Сейчас нежить по невероятному может убить тупо всех, но не было маны на нову, а подкоп решил не использовать. Шаг это закончится, через 30 секунд у нежити. И где брать ресурсы? Потому что вряд ли Альянс даст возможность строить дополнительную базу. Тем более, что Аполученин тут постоянно стоит на стрёме. То есть он тщательно следит за тем, чтобы не было второй базы у нежити. Акалит отправился на разведку, сверху слева, посмотреть, есть ли там база у Альянса. Может быть, у Альянса вообще две базы нет? Единственная база Альянса рабочая, это центр, только там добывается золото. Продается шахта. Акалит отправляется направо, я так понимаю, тут шахту строить. И как назло, рабочий ушёл отсюда. Как раз именно в этот момент. Левиный урок Штормграда, дополнительная броня. Для всей армии, именно полторы брони. По сути, почти крейт на броню, при этом бесплатный. Хочет тут докрепить немного. Лич взял четвёртый уровень. Рцар смерти, если возьмёт пятый уровень, будет недурно. Есть, да, есть мастерская, поэтому можно заказать вертолёты. Да, конечно же, стрелки могут атаковать воздух, но очень манёвренные сфинксы. Они могут банально улететь, и не умереть. И какая-то пачка вертолётов, а-ля там 8-10 штук, это немного. Но их убийство поможет гарантировать, что никто не сможет диспелить иннерфайр со стрелков, а стрелки с 3-1 грейдами под внутренним огнём будут расстреливать всё, что остаётся у нежити. Хорошая потенциальная позиция у Альянса. Мне же, наверное, сейчас телепорт будет держать. У него вообще есть телепорт? У него нет телепорта, офигеть. Четвёртый уровень, пол-1. Нажимается, начинается битва, подкоп по Архимагу. Архимаг просто весь урон получает. Собил свет из этого выжил, потом его ставнули. Но он может подойти в ближайшее время, восстановил здоровье. В принципе, сфинксы погибли, поэтому все стрелки и вся армия под внутренним огнём. Кроме горного короля и паладина. Ну, главное, что стрелки. Урона много, сами видите. Просто расстрел на месте, буквально. Самая настоящая... Самая настоящая стрелянина на Контилит Хилл. Просто, я не знаю, как вестерн какой-то. Боевик и шутер. Ну, тем не менее, как бы, если тут герои у ТБЦБМа смогут забрать какой-то... забрать какого-то важного героя, может быть, у него будут какие-то шансы. Не стоит недооценивать нежить. Нежить с минимальным количеством ресурсов умеет творить чудеса. Святая Койунова умеет творить дела. Ну и тут неприятный момент для Альянса. ТБЦБМ мудро сыграл. И параллельно, пока они воевали, он отправил вурдалаков на незащищённую дополнительную базу. Убил здесь четырёх. Нет, пять рабочих. Да, пять рабочих убил. Шестого вряд ли убьёт здесь. Или успеет. Успел убить. Шесть рабочих убил. И тем временем ТБЦБМ врывается в тыл противнику. Если он сможет забрать Халадина, Халадин успевает нажимать свою невоязвимость. Напомню, что вот это вот есть. И знает о ней, собственно, гипозавр. Но ничего не может с этим сделать, потому что он защищает свою базу. Смерть последнего поганища. В Халадина не было маны на лечение. Всё-таки как бы ауры гениальности, конечно же, ману даёт, но это не значит, что у тебя безлимитная мана всегда. Он бомбы прокачал? Нет, он просто стрелок пришёл. Паладин прям серьёзно подставляется. Пятый уровень у Горного Короля, но должен быть третий молоток. Да, это третий молоток. Ой-ой-ой. Маны на свет нет, но он стафает Архимага, потому что, ну, Архимаг очень тонкий. Ну, как-то мало стрелков осталось у Альянса, если так посмотреть на самом-то деле. Армии толком нет, но сама прелесть стратегии Альянса в том, что если нет армии, то это тоже не означает поражение, потому что сильные Альянсовские герои могут творить чудеса. У тебя буквально есть своя версия кое-у-новы. Просто маны не хватает на неё. Вертолёты с бомбой. Они просто вообще почти урон не наносят. 12 осадного урона. Прошу прощения, 13 осадного урона под внутренним огнём. Куча стрелков умирает. Ну, вот, конечно. И мана закончилась. Архимагу покупить какую-то, не знаю, медальку на здоровье, просто хоть что-то. Блин, конечно, просто не осталась армия в Альянсе. При этом, ну, с другой стороны, нежить потеряла, потеряет шахту снизу справа потенциально. Стрелки все погибли. Точнее, Акалиты все погибли. И шахта падает. Это очень важно, что это произошло именно прокачки бомбы и убийства Акалитов, потому что если бы 5 Акалитов ремонтировали бы шахту под вертолётами с бомбой, то, как бы, шахта не была бы уничтожена. Поэтому, как бы, эти два стрелка сейчас, скорее всего, тут погибнут, но они... Нет, один стрелок только погиб, но они свою работу сделали на все 100, потому что нежить потеряла дополнительную базу, в время как Альянс выстоял и защитил свою дополнительную базу дорогой, кровавой ценой, но это того абсолютно стоило. И в итоге, теперь он будет только становиться сильнее, по лимиту он уже мощнее. Он сделал немного спаулбрейкеров, почему именно спаулбрейкеров? Потому что они неуязвимы, Койл Нови, надоело ему, чтобы свои юниты умирают. При этом еще не наносят дополнительный урон по юнитам с маной. То есть, получается, по героям они нормально так наваливают спаулбрейкеры. Став купил Архимаг. Став сейчас мастхев, его нужно покупать всегда три штуки, особенно учитывая, что Став удешевили, он там сейчас сколько? 200 монет вроде как стоит, если ничего не путаем. Руны наручи передал Архимагу, какая неуязвимость. Наконец-то он решил усилить своего самого тонкого уязвимого и бедненького героя. Альянс просто ждет. У него преимущество по времени, потому что он добывает деньги, его оппонент нет. Это значит, что с каждой минутой Альянс все сильнее и сильнее, потому что будет становиться все больше и больше юнитов. Может, как же жильцы тут подставились? Это просто фиаско. Ну ладно, пакет всего лишь один. Что не так уже плохо? У меня же идет последнюю отчаянную атаку, потому что если он сейчас не сможет убить оппонента, то это точно конец. Но вы посмотрите, что делают прокачанные герои Альянса. Пятый горный король. Почти пятый паладин, кстати, скоро. Тоже очень важно. Третий свет и третий молоток это похороны Нежити. Нежить почти не может против этого играть. По крайней мере, по крайней мере, здесь ситуация равная. То есть, сильный герой Альянса буквально нивелирует всю силу сильных героев Нежити. Единственное сильное преимущество Нежити, что остается, это аура на скорость передвижения, что Нежит просто банально быстрее, и Альянс может не догнать оппонента. Но тут Нежити просто нет. По лимиту тоже видно 30 на 63. Самое важное, не допустить какую-то смешную ошибку и не погибнуть. Поэтому Архимаг тоже спасается. Невызвимость у него нет. Пытается, опять же, Архимага убивать. Но паладин лечит. Невызвимость имеется. Лича хочет забрать. Лич словил Койл. Но, по-моему, он тут уже просто сейчас откидывает Копыта. ТБЦБМ. Умирает Жук. Нет, не умирает. Опять же Койл. Святой Койл. Папа Нежити. Ну, тут слишком много Альянса. Ну, просто слишком много. Слишком он может окружить Жука. Он просто не откружает Жука, потому что Жук ему неинтересен. Жука нет маны. Он уже ни о чем. Куда важнее убить Рысара Смерти или Лича. Остановил Ману. Уже здоровье Жуку. Рысара Смерти закончилась мана. Но есть банка маны еще. Так, Лич должен сейчас в теории. А даже если не умереть, погибает здесь ДБЦБМ. Стратегия стальных яиц. Одно базовый Альянс. Ох, как же жалко, что это не рабочая стратегия на высоком уровне игры. Выиграть-то она может, но только один матч из десяти условно. Потому что у Ольды Альянса это матч до первой ошибки, а ты всегда ошибаешься. Ты не можешь играть идеально. Но матч, согласитесь, был крутой. Надеюсь, что вам понравилось. Ну, Нежити нужно было начало сильнее отыграть, не терять так много вурдалаков и околитов, потому что именно это дало окно возможности Альянсу доминировать всю игру. И даже несмотря на все это, у Нежити были солидные шансы на победу, если бы он просто эффективнее разменивался бы, скажем так. Всем до встречи и удачи, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok